ну что библиотеки приветствуем продолжаем проходим fall chapter записывать поэтому активность вашей не видел по себе ранее то это спасибо заранее за активность вот ближе к финалу подходим все ближе ближе к финалу проходим подходим же ближе к финалу идем собственно север остались там имел вашу серию там подсказка верхнем правом левых углах там искачал подсказка и посмотрите обязательно лучше начать с самого начала до самой первой серии поэтому . все не будет на плейлист и пускай 100 подсказок тоже весь плейлист вот смотрите если не смотрели вы поймем вам будет все более понятно да плюс углубитесь может быть в данную игру в данный сюжет вот а мы собственно начинаем поэтому саша поудобнее при этом все это улучшает при этом чипичка в пить и битья воды при 1 просмотра надевать блядик обязательно просмотр еще раз мы продолжаем данное путешествие мы сами сами здесь дам 0 10 тима цико ты видел как вы какая все это финал получается финал потому что ну по картинке так понимаю по заставке все уже понятно оу нормально но твою мать то есть это было больно никогда не доверяй алгваном трусливые коровы видимо его что-то напугало что нам теперь делать это место кажется знакомым думаю мы уже близко вообще-то я думаю мы прочь уходите а то я позову остальных я друг и я я безоружно ты человек ты не можешь быть другом птица птица ворон привет это же то самое существо которое мы встретили тут когда проходили первый раз бен франклин бен банду это не тот человек который сопровождал тебя прошлый раз это мой новый человек в основном она безобидно скажи привет за и не будь грубиянкой привет привет ты новая банду эмбата бамбу что нет без понятия я зоя ты сновидец так все говорят да я не особо в этом сильно откуда ты знаешь мы живем близко к той что дремлет здесь ее сны окружают нас яга точно мы как раз ее ищем до зои яга вы вы разыскиваете ягу на намеренно вы с ума сошли я нет насчет нее пока не уверен ты знаешь ягу она живет в этом лесу мы не произносим ее имени она она злая возможно плюшевый мишка знает о яге что то еще ты мог бы отвезти нас к ней вы с ума сошли она не любит гостей она ест гостей звучит дружелюбно но у нас нет выбора у нее есть камень душ камень душ я слышала ко мне душ яга взяла его в рухнувшие крепости принадлежавшие ее колдуну колдуну рапер клакс служил яге они все служили гриблер клакс все злые колдуны и ведьмы северных земель но теперь их больше нет как и моего народа эйприл райан заточила колдуна и убила ведьму она спасла всех нас но затем затем пришли азади с острыми клинками и металлическими трубами извергающими огонь они убили почти всех некоторые сбежали на восток здесь остался только я это же лико да не крот мне очень жаль когда-нибудь они вернутся все выжившие банда а пока я приглядываю за их норами и пою для них для всех нас этот камень душ он важен очень ты используешь его против азади это часть плана да я отведу вас к яге или настолько близко к ее логову насколько осмелюсь здорово я думал ты откажешься и подумал я подразумевал надеялся а птица всегда так разговаривает боюсь что да веди бэн яга живет за утесом когда пересечешь его окажешься в ее владениях ты не идешь ты не слушала когда я говорил что она голодна нет я с вами не пойду стены ее дома очень тонкие она может учуять мою магию мудрое решение крохотный человек доброй за и давай развернемся и пойдем назад с бэн-бэном может быть поймаем жирненькую белку зажарим ее именно для этого мы сюда и пришли если мы не раздобудим камень душ мрут миру конец никакого рождества бла-бла-бла-бла мне так надоело попадать из одной опасной истории в другую когда закончим с этой больше никаких приключений клянусь древними пернатыми богами вы поймете что пришли когда увидите старый дом гриблер она была ведьма и что жила здесь раньше гриблер служила яге и это как раз то место откуда она проникла извне бэн ты нас дождешься я буду ждать до наступления темноты но если вы не вернетесь к тому времени мы вернемся а мне так хотелось хрустящую белку пошли наш красивый домик сделал локации только красиво сделано сверненько воронья мать я не чувствую себя желанным гостем то есть это не просто плохой знак все знаки плохие все сразу как целый мешок с дурными преднаменованиями здесь валяется немало камней давай возьмем один и притворимся что это камень душ не похоже чтобы кто-то знал как он должен выглядеть мое крохотное птичье сердечко у меня плохое предчувствие зои ничего ничего нормально не знаю этот запах собачьей какашки благовония это предостережение пахнет ведьмами у меня эти штуки практически заклинают разворачивайся уходи прочь впереди смерти тьма но кто прислушивается таким вещам я слышу мне не нравится бестелесные голоса бестелесные голоса ничего хорошего не предвещают у меня странное ощущение я уже такое чувствовала когда была когда я была в коме в мире снов должно быть я на границе между сенами и я больше что это что это она съела тебя как съела всех заново суда она обморола нас она выследила нас она съела нас ладно может а не просто избушка в конце концов у тебя есть то что тебе не принадлежит уходи обезьянка не раньше чем ты отдашь мне камень душ мы не знаем о чем ты говоришь все мое тело покалывает у тут я могу влиять на вещи смотри я могу управлять этим сном круто не собираешься что-нибудь сделать там три сознания но который из них яга я слышу несколько голосов и все они рассержены слишком громко слишком сильно не могу не могу слушать она слишком сильно кричит ебать ты кто нахуй Мы здесь, в конце всех, мы все. Я передыш, я молодец. Отпусти меня, ты! Сука! Она проснулась в луку. Она... так зла. Убил нас всех. Никита, быстро, как только можно. О! Сосать, ебать! Думаю, мне нужно войти в дверь. Прекрати, я не хочу с тобой драться. Я просто хочу поговорить. Думаю, что за хуйня, блядь. Охуеть. Не губать, блядь. Охуеть. Я думал, там просто, может, кодинописи будет такой, но обычный, да, так, в виде человека, че-то человек. О, вот отстой. Стоп. Небо? Это мир снов? Он не такой, каким я его помню. Он выглядит древнее. Он кажется гораздо древнее. Да, намного, блядь. Какая умная обезьянка. Тише, сестра. Не разговаривай с ней. Позволь ей потеряться во тьме. Она ослаблена, и мы сможем ее съесть. Наверное, на вкус она сладенькая, как младенец. Не стоит ее недооценивать, сестры. В ней есть что-то особое. Кто здесь? Эй, ёпта, выходите. Блядь, мы ходим по воздуху, блядь, ёпта. Там где-то кто-то говорит. Наверное, все же не такая умная. Мы голодны. Нам нужно поесть. Еще немного. Ты, должно быть, устала, обезьянка. Твои веки тяжелеют. Спи. Мы присмотрим за тобой. Покажитесь! Она еще не спит. Ложись и закрывай глаза, обезьянка. Позволь нам поесть. Этому не бывать. Она отвечает, как нечто с собственным разумом. Очень умная обезьянка. У нее есть характер. И что-то еще. Что-то мощное. Блядь, а почему у вас все розовое? У меня ведь, что все фиолетовое, ребят. У меня все фиолетовое. Ну как? Оттенки фиолетового. У вас все оттенок, оттенок быть розового. Жестко. Да ёпта, отдай ты мне каменно. Ты сновидец. А ты костяная ведьма. Но оскорблять не обязательно. Мы ярко. Сюда не добиралась еще ни одна обезьянка. Ты нас заинтриговала. Та, которая вначале пела? Ни хуя. Баба Яга. Древние времен. Древние памяти. Древние как тьма. Всегда втроем. Это та, которая пела вначале, че шо? Не всегда, сестра. Вначале Яга была единой, а затем все разрушилось. Появился свет, родился мир. Обезьянки рождались, их стал легионом. И единая стала тремя. Ты пришла с другой стороны раздела. Из мира, где господствуют машины. Да, верно. А ведь ты не совсем здесь. Крясешь. Очевидно, да. Мы думали, есть только один сновидец. Вы ошибались. Что-то тебя заставило. Как интересно. Такого мы не ожидали, а мы ну очень любим сюрпризы. Что ты хочешь от нас, обезьянка? Камень душ. Вы украли его. Люкс первый его украл. Справедливости ради мы украли его обратно. А тебе он зачем? Вернуть его туда, где ему место. Вылечить Люкс. Люкс? Люкс первый сновидец. Мы знаем. О, мы знаем. Не тебе нас учить, обезьянка. Мы были там во тьме. Во времена до начала времен. До всего этого ужасного света. Пока вы, обезьянки, все не испортили. Тогда камень душ был наш. Он питал нас и делал сильнее. Но Люкс забрал его, чтобы Люкс мог грезить. Мы были там, когда Люкс грезил первый сон. Родились первые звезды и все развалилось на части. Если мы отдадим тебе камень, мы исчезнем из памяти. Нас забудут. Только он помогает держаться, когда нас не боготворят и не боятся. Но ведь они боготворят вас, разве нет? В городе они построили фигуру в честь костяной ведьмы. Костяная ведьма. Сказка на ночь. Глупая история для птенцов. Никто больше действительно не боится Яки. Наше могущество ослабло. Ну не знаю. Людям нужна темнота. Им нужно бояться. В моем мире ужасы популярны. Есть целые фильмы, игры, дома с призраками. Игрушки. Мы ничтожнее, чем были раньше. Мы помним в свои первые, как наши животы раздувало от плоти и страха. Что ж, все меняется. Такова природа вещей. А может, вместо того, чтобы отдать тебе камень, мы тебя съедим. Все твои вкусные воспоминания. Все твои силы грез. Твоя душа согреет нас и накормит досыта. И чем это кому-нибудь поможет? Поможет? С чего ты взяла, что мы поможем? Мы ничем не обязаны, вселенная обезьянка. Мы не в долгу перед Люкс. Зачем нам волноваться, что сон может окончиться? Если только... Ты не угостишь нас кусочком порции тебя. Что ты можешь нам предложить? Предложить? Грешок. Секрет. Что-то порочное. Что-то, что ты хранишь глубоко внутри и боишься выдать. Я... Я соврала Квинни о компании. Она разгадала обман, но все равно это был очень эгоистичный поступок. Мне правда нечем с ней поделиться? Что они со мной сделают, если я откажу? Я... Я соврала тому, кто заботился о моих же интересах. И я так поступила ради своей выгоды. Маленькая ложь созналась и прощена. Зачем ты нам это предлагаешь? Она едва ли наполнит наши рты, не говоря уж о желудках. И все же, мы примем эту маленькую часть тебя. Она наша, а у тебя не останется воспоминаний. И... Взамен вы дадите мне камень душ? Не дадим. Мы ничего не обещали. Камень душ наш. Он нам нужен. Если вы так поступите, вы не только уничтожите всех и вся. Вы останетесь одни. Кто будет вас боготворить и бояться, если все исчезнут? Ты можешь предложить нам что-то еще, обезьянка? Чем еще ты можешь поделиться, чтобы доказать, что это важно? Я не знаю. Ты требуешь, чтобы мы отдали то, что нас питает и согревает, а сама не можешь принести такую же жертву. Вы правы. Не могу. У меня нет того, что вы просите. Я человек. Я принимала ужасные решения, но... Я за них не цепляюсь. Я двигаюсь дальше и живу с последствиями. Стыд, страх, разочарование, сожаление. Меня питает не это. Я выживаю, потому что продолжаю жить дальше, каждый день. Потому что у меня есть надежда и вера в будущее, а не потому, что я оглядываюсь в прошлое. И это правда для многих людей. И все, что я хочу, это дать этим людям шанс выбирать самим, хорошее или плохое, и продолжать жить и учиться. Если для вас этого мало, то у меня ничего нет. И если я не... Если я не смогу принести камень душ первому сновидцу, люкс умрет. Сну придет конец. Не останется никого, чтобы помнить хоть кого-нибудь из нас или решение, что привели нас сюда. Все зависит от этого момента времени. Мы это знаем, маленькая обезьянка. Именно поэтому мы отдаем тебе камень душ. Но взамен ты должна кое-что для нас сделать. Что угодно, пока в моей власти этим распоряжаться. Ты должна помнить нас, когда сон будет в тебе. Мы нужны миру. Без сестер, без лаги, нет страха, нет воображения. Каждому сну нужен кошмар. Не думаю, что смогла бы забыть, даже если бы попыталась. Да, я вас не забуду. Хорошо. 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 Вот камень душ. Возьми его. Используй его, чтобы разбудить люкс. Мы бы и сами это сделали. Но такой силой обладает лишь сновидец-обезьянка. Так просто. Как мне туда попасть? Кто-то идет. Маленькие пушистые создания. Они подарят тебе зверя для поездки. Отправляйся к люкс. Ты почувствуешь люкс, словно фонарь во тьме. Следуй за светом. Спаси сон, сновидец. Стань единый с первым. Что это значит? Ты узнаешь. Единый? Ты умная обезьянка. Остерегайся в алжавниках уши. Он плетет интриги. Он строит козни. Он хочет изменить мир. Он носит маску. Он омлет звусь. Всегда был. Но сейчас. В нем что-то есть. Нечто опасное. Маленькая обезьянка. Будь осторожна. Теперь уходи. Охуеть, блядь. Небать. То есть тот чел, который... Кларкс, да, Кларкс, он получает что-то скрывает, что-то скрывает. Ммм... 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 А что вы сединиться воедино? С вами в целом? С первым становиться? Все, что, блядь. А ты куда подевался? У меня есть пунктик насчет огромных домов-монстров. Они мне не нравятся. Ты самый худший напарник. Именно это мне все и говорят. Я честно не знаю почему. Отгадайся, ебать. Ну, повернемся и найдем этого маленького пушистого полурослика. Спорим, он нас не дождался. Спорим, его и след простыл. Она отпускает нас. Что ты делал? Мы свободны. Пора уходить. Спасибо тебе за сновидеться. Найдем. Спасибо, сон. О, нихуя. Нихуя. Это она. Это она. Это Зои. Ты встретилась с Ягой и жива. Это невероятно. Кто ты? Раз... Зоя Кастильо. Сновидец. Зоя Кастильо. Сновидец. Она знает, кто она. Это впечатляет. Для человека. Зоя Кастильо. Сновидец. Как ты выжила при встрече с Ягой и не потеряла себя? Ты заключила сделку, как древние ведьмы? Продалась Яге за свободу и силу? Теперь ты служишь Яге? Я никому не служу и не заключаю сделок. Я просто... У меня нет времени говорить о Яге. Нам нужно на север. Я бы хотела побольше узнать о Яге. Кто такая Яга? Я знаю только то, что говорили старейшины, когда я была ребенком. И я сталкивалась только с прислужниками Яги. Раньше одна из них жила в этом лесу. Ее звали Грибли. Древняя злобная дрянь. Никто, кроме Яги, не знает, кто Яга на самом деле. Те, кто с ней сталкивались, никогда не возвращались. Кроме тебя. Моя бабушка рассказывала, что Яга родилась еще до начала времен. Лекс и Яга. Свет и тьма. Сон и ночной кошмар. Баланс во всем, человек. Когда наш мир обрел форму, так же обрела и Яга. Она стала тремя. Три сестры. Юность, зрелость, увитание. Все аспекты жизни. Яга понимает жизнь лучше, чем первый сновидец. Она понимает смертность. Смертность в ее крови. Может, поэтому она так сильно ненавидит жизнь. Поэтому взрастила подлость и голод. Она распространяет свою волю на весь мир. На ведьм и колдунов, чародеев и некромантов. Слабых и податливых. Но древняя магия ослабевает. И Яга тоже. Волшебник Клакс и Гриблер были одним из ее последних прислужников. И Эйприл Райан победила их обоих. После этого, как говорят, Яга ослабела. Теперь костяная ведьма Севера шутка для людей Меркурии. Они ничего не помнят об ее истинной сущности. Они никогда не видели, как по ночам поедали их детей. Сюда, мы суждаем. Но Яга не знаю, как, что сейчас угрожает миру. Ее тьма иная. Та, что в балансе со светом. Необходимая тьма. Она ночной кошмар, что питается воображением. А другая тьма. Что ж, другая тьма глубже. И она окончательная. Черное пламя, что разрастается и сжигает все дотла. Пока само время не станет пеплом. Даже Яга боится этой тьмы. Наверное, именно поэтому она меня и отпустила. Потому что я могу помочь. Ты достала камень-душ? Ты достала камень-душ? Ты можешь доверять банду Масери, Зои. Она старейшина. Она вернулась из изгнания, чтобы помочь мне найти выживших. У меня камень-душ-люкс. Мне нужно отнести его на север, куларам. Куларам? Зачем куларам? Вы их знаете? Я слышала об уларах в рассказах. Древний народ обитают в развалинах своей цивилизации. Высоко в приграничных горах. Ты знаешь, куда идти? Я видела карту. Они живут в облачном пике, в горах Едра. Карты Лгут. Иди на север, а затем на запад. До начала восхождения пешим ходом неделя путей. У нас нет недели. Спешишь, спешишь. Спешить куда-то неблагоразумно. Ты несешь камень-душ, куларам? С какой целью? Чтобы вернуть его первому сновидцу. Лёг с уларами? Так говорят мои видения. Твои видения. Знаю, в это трудно поверить, но я обещаю, что... Я верю, я верю. Не нужно обещаний. История слишком невероятна, чтобы Крут не поверила. Возьми лохматика, человек. Езжай на север быстрее ветра. Достигнешь гор завтра с первыми лучами солнца. Лохматик сможет вскарабкаться, по крайней мере, часть путей. Ты будешь у уларов меньше, чем за два дня. Она сказала, что кто-то придёт, но это существо? Оно безопасно? Понятия не имею, как на нём ездить. Не беспокойся. Лохматик достаточно сообразителен для вас двоих. Как же вы обойдётесь без транспорта? Мы пойдём пешком. Кроты не спешат. Мы ходим медленно, чтобы те банда, что ещё живы, могли услышать наше приближение и встретить нас. Мы идём на восток, Зои. Мы последуем за теми банда, что спаслись от Азади бегством. Возможно, они ещё живы. Возможно, они... Мы найдём их, малыш. Бери зверя. Иди на север. Делай то, что необходимо сделать. Я чувствую, грядёт тьма, чёрное пламя. Холодное, как океан. Возможно, ты способна его остановить, сновидец. Ничто не потеряно, ничего не приобретено. Прощай, Зои. Спасибо, Бен. И удачи тебе. Надеюсь, вы снова найдёте свой народ. Да, блядь. Ебать много нового узнали. Ебанёшься. Ну, если ты финал, значит, в этой серии, либо в следующей, посмотрим, не знаю, сейчас будет финала, либо через, ну, типа, следующей серии, посмотрим. Ну, я думаю, в этой серии уже будет финал. Спасибо, что пришли. Я знаю, что вы заняты. Не часто удаётся тебя увидеть. Почему здесь? Тут безопасно. И символично, наверное. Опа. Здесь было убежище до того, как его разгромили солдаты Азади под командованием Киана. Ясно. Итак, какие у тебя для меня новости, Олейна, в твоём сообщении? Киан отправился в Киен. В Киен? Концлагерь для магических? Свет. Зачем? Чего он надеется добиться? Мы же говорим о Киане. Он верит, что может всех спасти. Ещё он верит, что именно в Киене ключ к будущему Империи. Но проникнуть в надёжно защищённый концлагерь у него нет шансов. Именно поэтому я сообщила вам, мать. Это может быть нашей возможностью. Ты поступила правильно. Пойдём, давай поговорим. У нас мало времени. Что, блядь? Она с ними в голове? Взговори? Взговори? Что, блядь? Да. Что, блядь? Что, блядь? Да. Что, блядь? Что, блядь? Усуждаем, блядь? Усуждаем, блядь. Либо свет богини приведёт меня к нему, либо... Где-то здесь должен быть кабинет управляющей и подробные записи. Я знаю, как работает мой народ. Если где-то в этом лагере я и найду записи о заключённых, то, скорее всего, именно в этой башне. Эта часть тюремных стен является частью древних укреплений замка, где король Некромант правил Геианом. Стена соединена с башней. Если я смогу на неё забраться, то проберусь внутрь. Ага, ну, let's go. Ну, let's go. На ней нет зацепок. Она крутая и скользкая. Не представляю, как здесь взобраться. Эти скалы слишком крутые и скользкие. А ещё нет ни одной зацепки. Ладони Некроманты на подходящей высоте, чтобы перебраться на стену. Хм. Она слишком гладкая. На ней нет зацепок. Здесь мне не за что ухватиться. Ты, блядь, серьёзно? Здесь мне не за что ухватиться. О. Эта стена не совсем отвесная. На ней есть выступы и зацепки. Я бы смог по ней взобраться. Ну, так let's go, нахуй. Похоже, это место отлично подойдёт для подъёма. Свет. Ну, ассайсин, чё, шо, не ассайсин? О, ни хуя. Богиня, этот лагерь больше, чем я думал. Должно быть здесь тысячи магических... Ни хи мать. Они что, собираются просто всех их прикончить? Побой, чтобы вселять страх и покорность в остальных заключённых. Зачем строить фабрику посреди концлагеря? Они используют магических как раб... Стражники наблюдают за окрестностями тюрьмы. Они не ожидают, что кто-нибудь прорвётся в лагерь. Что ты ищешь? Что угодно необычное. Видишь что-то необычное? Хм, вижу Исака и Джамеля. Похоже, они немного развлекаются. Дай я взгляну. Они наблюдают за нижними окрестностями. Эй, ты не на дежурстве с обзорной трубой. А я да. Делай свою работу и дай мне делать моё. Однажды у меня была зрительная труба. С её помощью я следил за уличными бандами сотни мёртвых магических. Ну да, блять. Понял. Это что-то вроде прохода. Но тут нет. Нужно подождать, когда вернётся Стражник, и понаблюдать за его действиями. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Нужно подождать, когда вернется Стражник, и понаблюдать за его действиями. Давай подождем. Нужно подождать, когда вернется Стражник, и понаблюдать за его действиями. Кто идет? Стражник на что-то нажимает, но... Я слишком далеко, чтобы разглядеть на что именно. Нужно взглянуть поближе. Кто идет? С этого ракурса я не могу разглядеть, что делает Стражник. Нахуена, где мне, блядь? Это что-то вроде прохода. А тут нет ни ручки, ни явного способа ее открыть. Стражник на кемпляже. В настоящее время... ...и я не могу разглядеться. Субтитры делал DimaTorzok Вот что надо было сделать, вот что надо было сделать Деться Нужно подождать, когда вернется страшник и понаблюдать за его действиями Нет, раз А еще раз я не помню Не, ну я помню как, ну, чтобы точно прям Та арка должна вести прямо в замок Посмотрим Нижняя, а, верхняя потом Потом это Потом нижняя И верхняя Прикольно сделали, окей Мне просто перепутал, видите Я думал сначала две нижние, потом верхние А тут Сказывается вот так вот Нижняя, верхняя Вот это Вот это И вот это И будет где-то на этом этаже Руководство всегда Символ прислуги Обслуживающего персонала Который Гильдия мастеров Они ответственны Военный корпус У них здесь значительно А это, полагаю, официальная печать управления научного прогресса В садире ходили слухи об их существовании Но до сих пор я не знал никого, связанного с отделом Насколько я понимаю, они сыграли важную роль в создании машины А не новая ветвь власти И в отличие от большинства других кабинетов Они отчитываются кому-то непосредственно в совете Я бы сказал, что именно здесь лучше начинать искать записи заключенных И разоблачающие документы Управление научного прогресса Скорее всего, закрыто Закрыто Есть кто? Исаак? Юран? Кто-нибудь? Никого? Ах, богиня, ненавижу делать ранее Может, упало в заум, как у попугайчика Но иногда по ночам не кажется, что он прав Эта каменная гробница прогляд Наверное, там нет ничего из того, что мне нужно Что во имя тени? Эй, в чем дело? Кто ты? А если его вкушать? А-а-а-а-а-а Собери меня, богиня Он застрял еще больше Закрыто. Нужно как следует его пошатать. Ну же, ну же. Эх, все эти годы, проведенные на улицах Садира, продолжают приносить плоды. Вы и не разъяснили. Кому здравому не могла прийти в голову высота, что мы будем в безопасности в гробнице некроманта? Если я прямо сейчас не верну ключи, стражник может поднять тревогу. Управление научного прогресса. Скорее всего, кабинет управляющий. Похоже, он указывает на что-то в этом кабинете. Это ожерелье традиционно носят сестры. Оно символизирует их положение в шести кругах Садира. Король-некромант потерял голову. Интересно, почему их все откололи? Зачем им анатомические атласы? Черепа. Тень. У кого-то нездоровый вкус в украшении помещений. Что с этим делает управляющая? Хм. Хм. Первая гора. Один из наших основополагающих религиозных текстов. Управляющая, должно быть, вяжет носки из шарфа. Это говорит в ее пользу. В связи с распространением болезней среди узников рекомендуется уменьшить количество мяса долмари, использующегося в питании заключенного. Что это? Мы не хотим, чтобы болезнь ненароком распространилась среди магического населения, так как это окажет негативный эффект на результаты испытаний. Богиня. Не поддается. Должно быть заперто. Должно быть заперто. Что бы мы могли перейти к следующей фазе. Что во имя тени? Азадьер. Как давно это было? Она обезглавлена, как и все остальные статуи здесь. Эти статуи не могут быть новыми. Должно быть, некромант приказал их сделать, когда он правил островом тысячи лет назад. Человек должен обладать чудовищным хладнокровием, чтобы окружать себя такой мерзостью. Король-некромант потерял голову. Интересно. Хм. С этой стеной что-то не так. Хм. Хм. Это ожерелье состоит из шести солнц и шести лун и дает управляющий полномочия и доступ к самому внутреннему кругу. На удивление, высокая должность для простой сестры. Здесь крутой обрыв до самой земли. Я не смог бы выбраться, даже если бы у меня не было другого выбора. Должно быть и управляющий фантастический вид из окна. Когда на улице не кромешная тьма. В прошлом я кое-как пытался вязать. Это почетное и благородное занятие. Любой, кто вязал, заперто. Каменная голова одной из статуй короля-некроманта. Это он самый? Богиня, что это за мерзость? Этому нет оправдания. Это безумие. О, блядь. Слишком темно, чтобы... Что это там внизу? Это ж... Слишком темно, чтобы... Что это там внизу? Это что? Трупы? Охуеть. Ты добрался. Какое-то время я думала, что у тебя не получится, но те стражники... Никакого порядка. Возможно, мне придется кого-нибудь обезглавить, поручить остальных. Богиня. Поверить не могу, что ты и правда здесь. Апостол, я в таком восторге. То есть... Я твоя самая большая фанатка. Что происходит? Она что... Вскрывает? Что ты с ним делаешь? Каким телом? А, с этим телом. Это не совсем тело. Он все еще жив. Так что формально это личность. Хотя... Он магический. Так что даже... Формально... Магический. Не личность. Это... Бип? Это Бип? Так вот, как зовут это существо. Я знала, что вы знакомы, поэтому посчитала уместным поработать над ним этой ночью. Отпусти его. Но я... Не закончила? О, боже. Я всегда мечтала с тобой встретиться. Но в моих мечтах мне не приходилось доставать оружие. Сумасшедший, несумасшедший? Что это такое, блядь? Наверное, правду говорят, что мечты сбываются. Как думаешь, я слишком самонадеянно? Мы здесь одни и уверены, что ты никому не расскажешь. Я могла бы позвать стражу, ожидающую за дверью, но тогда наша маленькая беседа подойдет к концу, а нам столько всего нужно обсудить. Не, ладно. Отпусти мальчика. Он безобиден. Но это не совсем правда, так ведь? Сегодня он мальчик, а завтра большой синий зверь с тяжелым заточенным топором. Кроме того, здесь он служит важной цели. Священной цели. Ты обезумела. Обезумела? Но ты не знаешь, чем мы тут занимаемся, чего мы добились. А я-то надеялась, что апостол все поймет. Этот лагерь – исследовательский центр Киан. Не тюрьма, не лагерь смерти. Мы проделываем очень важную работу. За последние пять лет мы очень многого достигли. Мы как никогда близки к созданию лекарства. Какого лекарства? Лекарства от магии, конечно же. Мы порождаем бедствие, которое очистит весь мир. Когда мы освободим нашу праведную чуму, она распространится как пожар по всем континентам. Разумеется, люди будут в полной безопасности, но магические? Они погибнут. Все до единого. Ты обезумела. Нет-нет, это абсолютно безопасно. Мы занимаемся наукой, а не темной магией. И мы предельно аккуратны. Видишь ли, мы начали с чумы Далмари. Ты слышал о ней? Много десятилетий назад она выкосила почти половину Далмари в мире. Но затем она, слабые оставшиеся Далмари, выработали иммунитет к болезни. Какая жалость, иначе нам бы не пришлось делать столько лишней работы. То, чем мы занимаемся, и в чем преуспели, это усовершенствование чумы. Теперь она действует не только на Далмари, но на всех магических. Людей, животных, насекомых, растения. Все, что заражено магией, очищается. Искореняется. Я не люблю хвастать, но это чертовски умно. Не понимаю, зачем кому-либо такое делать. Кто мог поручить столь дьявольское и бесч... Зачем ты это делаешь? Ха-ха, глупый вопрос для апостола. Ты и я, мы служим одной цели. Мы исполняем волю богини. Я больше не апостол. Однако, кто был апостолом, апостолом и останется. Не верю, что ты полностью отказался от своей веры или человеческой природы. Какая-то часть тебя наверняка одобряет то, что мы делаем. Нет. Ты ошибаешься. Это безумие. Печально, Кеал. Это очень печально. В смысле, я не плохой человек. Я ученый. Мы лишь пытаемся уничтожить магию Рассины всегда, чтобы человечество могло быть в безопасности. Ты должен понять. Ты должен увидеть в этом добро. Ты зло. И все, что ты здесь делаешь, зло. Это происки тени, сестра. Зло? То, что магические сделали с нами и нашим народом. Вот это зло. Все твои драгоценные долмари вырезали мою семью. Сожгли дотла нашу ферму. Мои братья и сестры. Они были детьми. Чем они заслужили все это? Они погибли в агоне, оплакивая наших родителей, пока те чудовища просто наблюдали. И что, в конце концов, они со мной сделали? Мы делаем это, чтобы больше никому не пришлось такое пережить. Ты меня огорчил, Киан. Не следовало тебе этого делать. А рожа это у меня? Один выстрел, и они ворвутся в эту дверь. Конечно, ты уже будешь мертв. Ты будешь? Сестра, Киан, что вы... Что во имя тени происходит? Что во имя тени? берегись что может сделать она и поздно не добегаю все и стой и и и и и и и ебать что мне делать то нах это ожерелье традиционно носят сестры она символизирует их положение в шести кругах садир а все я понял ну ебать давай ну что-то танцуешь что тут нахуй ты заплатишь за это киан ты заплатишь за это она чуть меня не пристрелила вы все здесь разум потеряли ты не объяснишь что происходит киан мир прошу вас отзовите своих людей я как и вы служу богине в отличие от управляющей хорошо но если ты все мне не расскажешь буквально все расскажу возможно вы захотите присесть это может занять некоторое время это да что-то как-то жестко что-то 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 Субтитры создавал DimaTorzok Ебать Ебать Пиздец Последние приготовления будут завершены завтра, госпожа А церемония? Она начнется в канун Жетвалуни, как только взойдет луна, как и планировалось Машина готова, мы достигли всего намеченного ранее И пророк будет здесь Так он передал нам через своих посланников У нас нет оснований сомневаться в его словах Это начало новой эры, сестра Сахья Так и есть, госпожа Как жаль, что с нами здесь нет хами Где генерал-мать? Почему он не почтил нас своим присутствием? Он уехал по срочному делу? Да, я уверена, что так и есть Госпожа Вы знаете об этих срочных делах хами? Мы доверяем генералу самому определять свои приоритеты Конечно Очень жаль Свершаются великие дела Будет ужасно, если хами все пропустит Каково будет его наследие Если в его отсутствие сопротивление пойдет А война за северные земли будет выиграна И батя, она, блядь Она, блядь Вот это вот, это вот она, блядь Она антагонист главный Главный антагонист, как я понял Эта игра Глава 11, люкс Ну Давай мы это и оставим на следующую серию Чувствую, что следующая серия уже как раз таки в финал Поэтому спасибо за просмотр Если вам понравился Веселок, подписывайся на канал Сложный метр на вашу поддержку мне Наверное, огромное Все, спасибо за просмотр В следующих сериях Давайте Сложный метр на вашу поддержку мне Спасибо за просмотр! 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 Спасибо за просмотр!